Хочешь испытать свою удачу? Тогда заходи на сайт ватшоп. Тут можно выиграть голду и премиум танки. Каждый день можно поучаствовать в бесплатном розыгрыше танков. Заходи и играй на ватшоп.нет Всем привет дорогие друзья, с вами Маракаси и вы смотрите передачу приколы и баги. Начнем мы с момента, где елка переворачивается на крышу, потом приезжает Е25, вражеский тоже переворачивается в этом месте. Нет, чтобы объехать это место и спокойненько уничтожить елку, он повторяет такую же ошибку. Ну просто молодец. Супер Першинг думал, что все, ему уже капец. Приехал фуловый ИС-3, но тут помощь приходит оттуда, откуда ее не ждали. Вражеская артиллерия уничтожает фулового ИС-3. Спасибо арта, порой ты приносишь пользу. В следующем моменте Грилл-15 поехал уничтожать последнюю арту, ВВ-3805. Ну как-то проходит непробитие, снаряд попал в гуслю. Ну ладно, еще одна возможность выстрелить. Время на исходе, сейчас нужно обязательно пробивать. Выстрел супермощного орудия и опять непробитие. И в итоге это ничья. Как так получилось, я не знаю. Идем к следующему моменту. Батчат шел на Колобанова и в общем-то осталось только дождаться перезарядки. Но он зачем-то таранит Фердинанда, отнимает себе кучу прочности. Ну не столько, сколько там написано, это баг-реплей, но около 150 хп он себе отнял тараном зачем-то. И потом Федя его дотаранил. Ну это жесть, конечно. Далее у нас вот такой вот прыгун по за один сет перелетает через своего союзника на КВ-1С. Но, несмотря на такие вот крутые трюки, игрок не смог убить КВ-1. АМХ 13-90 выдепетывал от противника на ТП-59. Но тут игрок замечает, что ТП-59 повис там на обрыве и в общем-то не сопротивляется. И наш французский герой решает как-нибудь подтолкнуть ТИПа, чтобы он упал вниз. В итоге АМХ падает на ТИПа, начинает снимать ему прочности, но тут соскальзывает и падает сам с горы и умирает. Вообще не стоило это делать, в любом случае ТИП уже был совершенно обезврежен. Но через некоторое время он сам упал. Е-25 таранит А-43. Но СТ-шке только это на пользу пошло, потому что она хоть и умерла, но зато изрядно так покоцала Е-25 и поездила на ней. Ну вот такая вот забавная ситуация в рандоме. В следующем моменте игрок на ёлке решает протискнуться между этих вагонов. Я не знаю, зачем он это сделал, это совершенно бессмыслица. Но с другой стороны, то, что он тут вытворяет, это, конечно, забавно. Если, конечно, такая ёлка во вражеской команде, а не в вашей. Потому что такой светляк совершенно бесполезен, хоть он тут и умудряется убить борща. Но далее, в общем-то, застревает окончательно. Какой смысл был сюда ехать, я не знаю. Очевидно было, что тут он застрял бы. Ну и так произошло, в общем-то. Забавно, что потом приезжает Кромбель, смотрит на это всё со стороны. И понимает, что уже никак тут не помочь и отворачивает башню. Е-25 нападает на Чеха, это 3-4-100 Чех. В общем-то, понимает, что силы неравны и им тут никак не выжить. Ещё к тому же, там впереди два врага. И он падает в воду. За ним, в общем-то, ныряет потом Е-25. Но игрок всё-таки как-то тут умудрился выкарабкаться. И, в общем-то, далее он просто не дает проехать Е-25. И ПТ-шка забавно тонет. Также сюда упал ПЗ-3 впереди. И он тоже утонул, в общем-то. Хотя нет, тут он не утонул. Это... Я ошибся, извините. Игрок его добрал. В любом случае, он слился. Потом приезжает Арта, уничтожает Чеха. И, в общем-то, занимает эту ячейку. И тут и долгое время она находится. В общем-то, на этом мог этот момент и закончиться. И, скорее всего, я бы вам его больше не показал. Но далее происходит ещё одна жесть. Теперь игрок на Т-67 замечает тут артиллерию. Артиллерия отстреливается. И как вы думаете, что тут нужно сделать? Проехать мимо и, в общем-то, помочь своим союзникам в других направлениях. Все равно Арта тут не выберется. Или же свалиться к артиллерии и нелепо слиться. Кстати, ещё и Арчер приехал. В итоге Т-67 уже начинает тонуть. Потом и Арчер тоже упал на Арту. И тоже, в общем-то, свалился в воду. Ну и оба этих супер-игрока утонули тут. Ну, а Арту они всё-таки забрали. И, в общем-то, толку от этого ноль. Потому что она всё равно бы тут находилась совершенно бесполезно. Вряд ли она смогла бы стрелять. Ну, а так, смотрите, целая толпа топ-игроков слилась в одном месте. Просто шикарно. Молодцы, ребята. Данный момент, который я хотел бы вам сейчас показать, наверное, не совсем подходит для рубрики приколы и баги. Тем не менее, он стоит того, чтобы его показать вам. Чтобы вы подумали, в общем-то, что иногда происходит в нашей игре. Смотрите внимательно за тем, что сейчас происходит. Особенно я советую вам наблюдать за этим ИС-7. С ником Тимур-92, который закрывает обзор врагу на ВК-4502Б. Ну, то есть, своему союзнику, по сути. То есть, он ему преднамеренно мешал стрелять. И не давал, в общем-то, убить ИС-7 из зелёной команды. И в итоге, зелёный ИС-7 убил спокойно противника. К сожалению, тут не всегда хватает дальности отрисовки. Потому что игрок, который прислал этот реплей, он находится далеко. Но, в общем-то, суть, я думаю, вы уловили. Это, по сути, подставной бой. Но участвует в этом подставном бою именно два игрока. Именно вот эти две семёрки. Все остальные игроки, в общем-то, в этом никак не участвовали. Они просто были свидетелями. И, скажем так, пострадавшими. Потому что они действительно, в общем-то, страдали от того, что тут происходило. Потому что эти две семёрки, они объединились тут с целью того, чтобы получить, скажем так, побольше разных плюсов в этом бою. Всяких плюшек. То есть, они вытанковывали тут урон. Стреляя себе в башню, конечно же, не пробивали. Тем самым выполняли они, вероятно, ЛБЗ. Кроме того, они помогали друг другу убивать танки. То есть, каждый друг другу помогал своих союзников месить. А в конце боя остался один всего игрок. На Waffentrager PZ-4. Ну, нормальный я имею в виду игрок. И приезжает этот ИС-7. И прижимает вафлю к стенке. Ну, и так как у неё только частичные углы, горизонтальные наводки. Она не может повернуть башню. И вот так вот стоит. Ну, и ИС-7 сделала, естественно, это специально для того, чтобы вражеский ИС-7 подъехал спокойно и уничтожил вафлю. Безусловно, это подстава всё, подставной бой. Конечно, всего тут два игрока именно участвовали в этом нике. Вы можете отчётливо их видеть. И я надеюсь, их как-то накажут за это. Вот, например, забанили недавно несколько кланов. Ну, как, игроков там не забанили. Именно кланы распустились за то, что продавали места. А чем вот этот вот момент этичнее? Я считаю, что это совершенно недопустимо. Такое, в общем-то, в рандоме творить. И нужно, конечно, пресекать такое. Ну, и я думаю, они попали специально в один и тот же бой. Наверное, была ночь просто. И мало игроков на сервере было. Там на какой-нибудь десятый сервер зашли. И там договорились с TeamSpeak или в Skype одновременно нажать в бой. Чтобы, в общем-то, такое вытворить. В итоге, посмотрите на результат этого боя. Один из семерок вытанковал 9000 урона. Ну, и второй тоже неплохо так потанковал. Нанес много урона. Ну, вот такой вот подставной бой. Надеюсь, друзья, вам видео понравилось. Не забывайте присылать свои реплеи в рубрику «Приколы и баги» по ссылочке в описании в специальную тему обсуждения, это называется, в группе ВКонтакте в моей. И желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...